ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 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 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЩЕСТВА и атаковали радары саудитов. Этот инцидент может закончиться для военно-промышленного комплекса США срывом сразу нескольких крупных контрактов. Но что пытается скрыть Пентагон, критикуя российские военные разработки? И что на самом деле представляют собой американские ракеты «Патриот»? Саудовская Аравия потратила на закупку американских противоракет «Патриот» более 20 миллиардов долларов. 25 марта одна из самых вооруженных армий на Ближнем Востоке неожиданно для себя открыла. Миллиарды потрачены на непредсказуемый и даже опасный металлолом. Были самопроизвольные пуски у этой системы, то есть когда разворачивается комплекс, и вдруг ракета запускается сама собой. А что касается, например, войны в Йемене, то был недавний случай, когда одна из ракет просто никуда не полетела, а упала на жилые кварталы. 25 марта йеменские хуситы выпустили по столице Саудовской Аравии, «Эрли Яду» сразу семь баллистических ракет. Город охраняли американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Саудиты ответили агрессору залпом в 30 ракет-перехватчиков и пожалели об этом. Одна из ракет системы «Патриот» взорвалась сразу после старта. Другая неожиданно развернулась и атаковала свой же радар. Остальные перехватчики разлетелись кто куда. Пока саудиты защищались от собственного оружия, йеменские ракеты атаковали столицу. Погибло несколько человек. Она дороже наших комплексов, объективно. И очень капризное обслуживание, вдобавок. Вот каких-то вот таких моментов. И с точки зрения выстрелов ее тяжело разворачивать по времени. Власти Саудовской Аравии попытались скрыть происшествие. Но тщетно. Все происходившее в небе над Эр-Риядом сняли на камеры мобильных телефонов местные жители. После чего на американскую систему «Патриот» обрушился шквал критики. Оказалось, что о технических характеристиках ракетного комплекса Пентагон уже почти 30 лет врет всему миру. О полной бесполезности ЗРК «Патриот» стало известно еще в 1991 году, во время войны против Ирака. Саддам Хусейн начал атаковать соседние страны Израиль, Кувейт и Саудовскую Аравию. «Патриоты», которые стояли на вооружении этих государств, с обороной не справлялись. Иракские ракеты попадали в цель. Оказывается, в программном обеспечении «Патриотов» есть ошибка. Она дает о себе знать спустя несколько часов непрерывной работы противоракетного комплекса, и «Патриот» перестает реагировать на цель. Скандал, который возник сейчас в последнее время, это покупка комплекса С-400 Турции, за который, в общем-то, грозят туркам санкциями. Но если турки не поддаются на то, что даже идут на санкции, то, значит, во-первых, турки очень умеют торговаться, начиная от «Помидора», заканчивая техникой. И, значит, эта система того стоит. По старой дружбе саудиты продолжают покупать американский ЗРК «Патриот». Недавно был подписан контракт на 400 миллиардов долларов. Но при этом для стопроцентной безопасности они хотят закупить российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Правительство Египта вручило звание идеальной матери женщине, которая 43 года выдавала себя за мужчину. Сиса Абу Даух овдовела в 21 год. В тех местах, откуда она родом, женщинам запрещено работать, чтобы прокормить маленькую дочь, египтянке пришлось скрыть свою половую принадлежность. Правда раскрылась два года назад, и теперь Сиса стала почти что национальным героем. Эта египтянка не единственная женщина, которая добровольно превратилась в мужчину. В горных селениях Балкан существует древняя традиция перевоплощения женщин в мужчин. Что такое обряд Бурнеша? Зачем к нему прибегают? И каково жить этим людям? Сложно поверить, что эти албанские мужчины на самом деле – женщины. Они не делали пластических операций по смене пола, как некоторые могли бы подумать, а просто отреклись от своей прежней жизни. Я помню, в детстве смотрела на двух девушек, которые не хотели выходить замуж и работали на ферме. Замужеству они предпочли работу. Тогда они меня восхищали. Я хотела, чтобы у меня была такая же жизнь. Албанским женщинам с давних времен запрещалось вступать в наследство или владеть имуществом, работать на мужских должностях, самостоятельно жить и даже носить часы. Женщина, которая выходит на работу, начинает зарабатывать деньги, а уж тем более руководить, в социуме она выполняет мужскую роль. Частой причиной перевоплощения в Бурнеша становилась смерть всех мужчин в семье. Женщина в Албании не могла просто так стать главой рода. Чтобы не умереть с голоду самим и прокормить детей, вдовы были вынуждены вслед за мужем похоронить свою женственность. Иногда роль мужчины в доме доставалась старшей дочери. Вот моя история. Мой старший брат внезапно ушел из жизни. Я появилась на свет уже после его смерти. Я пришла на его место. Мои сестры занимались домашним хозяйством, а я рубила дрова и ходила за покупками. Меня воспринимали как мальчика, потому что я гоняла в футбол. Я лезла в драку с мальчишками, если они вдруг обижали девочек. Бурнеша дает клятву и получает новое имя. С этого момента она должна вести себя как мужчина. Но носить брюки, прятать грудь и зарабатывать деньги еще недостаточно, чтобы стать полноправным членом общества. Женщина должна дать обет безбрачия, отречься от своего главного женского предназначения – рождения детей. Многие албанки до сих пор не имеют права выбирать мужа самостоятельно. За них все решают родители. Поэтому некоторые предпочитают стать бурнеша и отказаться от секса, чем жить с тем, кого не любишь. Те, кто приносит эту клятву, знают, что самый важный шаг – это отказ от брака. Они хранят девственность до самой смерти. Для нас брак – не главное в жизни. Любовь? Да какая любовь? Ее в наши дни не существует вовсе. Чистой любви на свете больше нет. Все когда-то проходит. Клятвенные девственницы предпочитают женскому обществу мужское. Со временем привычки сильного пола становятся для них настолько естественными, что бурнеша невозможно отличить от обычных мужчин. Меняются они не только внешне, но и внутренне. Среди своего окружения я пользуюсь огромным уважением. И все это благодаря моему образу жизни. Мне говорят, что я настоящий мужик, потому что умею держать слово. Именно в этом умении и познается настоящий мужчина. Но как бы ни выглядели бурнеша и как бы мужественно себя не вели, кое-что они не способны изменить. Клятвенные девственницы не проходят гормональную терапию, а значит, все физиологические особенности женщины остаются вместе с ними до конца дней. Гормональный фонд не переделаешь, никуда не денешь, поэтому в любом случае они будут выходить из себя, но они будут хитро это делать. Они будут смотреть, как выражают эмоции мужчины. В отличие от обычных, женщин бурнеша имеют полное право сквернословить, плеваться, пить и курить. Физически сильную бурнеша, как и любого мужчину, лучше не злить. Вы хотите подраться? Потому что я могу драться. Но были ли эти женщины по-настоящему счастливыми хотя бы один день в своей жизни? На этот вопрос они предпочтут не отвечать или солгут. Однако глаза выдадут все чувства. В разговорах не на камеру каждый из них признается, что никогда бы не выбрала эту роль, если бы не обстоятельства. Далее в программе. Пони за 500 тысяч рублей, тигренок за 200 и самка страуса за 50. Каких редких животных держат дома самые отчаянные экстремалы? И чем это заканчивается? Да, он большой. Но даже если маленький медведь ударит тебя лапой, тебе ничего не останется, как упасть навсничь. Неизвестная спецбригада контрразведчиков НКВД. Какие задания по поручению Лаврентия Берии выполняли актеры, музыканты и спортсмены? Они предложили как раз Лаврентию Павловичу Берии заминировать его кабинет. После чего Лаврентия Берия пригласила специалистов, минеров, чтобы они нашли взрывное устройство. Это ни к чему не привело. Самая могущественная преступная организация современности, которую создали монахи Шаолиня. Чем промышляет безжалостная группировка 14К? И почему ее считают самой опасной в мире? Риады сыграли очень большую роль в Синьхайской революции. Место, где не действуют законы физики. Почему в Мистери Спот останавливается время, а вода течет снизу вверх? Что это? Природная аномалия или грандиозная мистификация? Приезжали ученые, но с точки зрения современной науки, с точки зрения магнетизма Земли, они это объяснить не смогли. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Впервые в истории рассекречены документы управления военной контрразведки СМЕРШ. 186 уникальных документов представили на выставке в Севастополе. СМЕРШ создали в 43-м году и просуществовал он чуть более трех лет. За это время сотрудники службы парализовали все иностранные разведки. Состояло подразделение из профессиональных разведчиков, но мало кто знает, что за два года до создания СМЕРШа, в самом начале Великой Отечественной войны, функцию контрразведчиков выполняли совершенно неподготовленные люди. Это были артисты, спортсмены, врачи. Специальный отдел курировал лично Лаврентий Берия. Какие задания могли выполнять люди этих профессий и кому из них удалось остаться в живых после двух лет в тылу врага? В 1941 году в СССР создали учебные центры для так называемых бойцов с неизученными способностями. Среди них были спортсмены, артисты цирка и специалисты нетрадиционной медицины. Руководил этой спецбригадой легендарный комиссар госбезопасности Павел Судоплатов. Собирали ребят абсолютно разных. Вот один может одно, другой другой, третий, третий. Вот их собрали в команду, закинуть в тыл с тем, чтобы они делали вот каждый то, что может, а вместе они могли сделать то, что там, условно говоря, полк не может сделать. Эти секретные спецотряды стали тайным оружием Кремля. Так иллюзионист Скальетти и театральный режиссер Барский разработали приемы минирования, позволявшие маскировать взрывчатку. Враг был не в состоянии обнаружить опасный заряд. Они предложили как раз Лаврентию Павловичу Берия заминировать его кабинет. В качестве тестирования своей технологии они это произвели, после чего Лаврентия Берия пригласила специалистов, минеров, чтобы они нашли взрывные свойства. Это ни к чему не привело. Эта технология до сих пор засекречена, поскольку ее используют и сегодня. Позже на основе такого метода создали новую технику минирования дорог и крупных объектов. Взрывчатку не закапывали, а именно маскировали. Это позволяло сэкономить время. Это позволяло максимально короткие сроки располагать их на дорожном полотне и минимизировало возможности того, что диверсионная группа будет как-то найдена или уничтожена. Именно бойцы спецподразделения НКВД в октябре 41-го минировали подступы к столице на случай прорыва немцев. Тогда взрывчатку заложили под главные городские объекты Кремль, Большой театр, Белорусский вокзал, Собор Василия Блаженного. В июле 2005 года под фундаментом гостиницы Москва строители нашли десятки ящиков с тротилом. Также в спецотрядах готовили десантников-парашютистов. Их забрасывали в эпицентр военных действий. Перед бойцами ставили задачу подорвать как можно больше вражеских укреплений. Эти операции считались самыми опасными. Прошутисты ночью расстрелять очень тяжело. Забрасывалось всегда ночью, потому что радары еще не были такой степени активны. Самолеты летели без сигнальных огней. Ночные заброски были, потому что днем это, конечно, никто не забрасывал. Это понятно, что сбитие и никаких проблем нет. Особую роль в спецбригадах занимали целители, практикующие нетрадиционную медицину. В декабре 1943-го они спасли тяжелораненого генерала Давида Драгунского, которого врачи сочли безнадежным. Но главной задачей целителей был поиск новых возможностей человека. Использовать какие-то медикаментозные средства, там, по слову говоря, народные, там, тибетские, еще что-то, чтобы дать человеку позволить не спать трое суток. Вот там, что нужно было. А не какие-то там я вам сейчас сделаю пасы, и вы там упадете в оба. К концу войны артистов и специалистов по нетрадиционной в спецотрядах оставались только профессиональные спортсмены, способные выдерживать сверхвысокие нагрузки. Бойцы устраивали диверсии во вражеских тылах. За годы войны эти секретные отряды провели тысячи успешных операций. Там были уничтожены десятки представителей немецкого командования вышло. Где-то порядка 140 тысяч немецких солдат, около двух тысяч танков. И это при всем при том, что само подразделение за годы войны, опять же, по отчетам предоставленных самим Павлом Судоплатовым, оно потеряло где-то порядка 400 человек. После окончания войны бригаду расформировали, а все документы засекретили на 50 лет. Но и сегодня о работе отряда почти ничего не известно. Открывать эти архивы начали совсем недавно. Но самое удивительное, в 1957 году советское руководство на базе КГБ снова собрало подобное подразделение. А в наше время такие спецбригады есть при каждой группе войск. Полиция Испании арестовала банду из 60 человек, которая занималась отмыванием денег и контрабандой в особо крупном размере. На подготовку этой операции у полиции королевства ушло примерно полтора года. Стражи порядка установили объем отмываемого капитала. Это 300 миллионов евро в год. Все арестованные оказались выходцами из Китая. Они принадлежат так называемым триадом. Эти мафиозные группировки создавались еще в средние века как тайные общества. В современном Китае среди массы преступных организаций выделяется одна с загадочным и лаконичным названием 14К. Что самое удивительное, создали ее монахи Шаолиньского монастыря. Таким образом 14К стала крупнейшей бандой в мире и почему ее считают самой опасной. Почти 90% поддельной одежды и электроники попадает в Европу из Китая. Такие данные привел директор флорентийского управления по борьбе с мафией. Недавно здесь полицейские перехватили несколько грузовиков с контрафактом из КНР. По мнению итальянских чиновников, во главе этого бизнеса стоят мафиози из легендарных триад группировки 14К. Если, допустим, государственная система работает плохо, то возникает мафия, которая как-то корректирует ситуацию и делает жизнь предпринимателя более приемлемой. Считается, что 14К появились в 40-х годах в провинции Гуанчжоу. Якобы изначально это была антикоммунистическая организация, во главе которой стояли 14 человек. Откуда и пошло такое название. Но есть и другая версия. По легенде, 14К это древнейшая триада в истории Китая. Якобы она появилась еще в средневековье, когда страну захватили северные кочевые народы маньчжуры и основали эту триаду три монаха из монастыря Шаолиня. Эти трое были единственными, кто пережил нападение вражеских войск на храм. Трое случайно остались жилы, где-то там были в отлучке, пришли, увидели, что все мертвые и поклялись создать организацию, которая будет бороться с этими маньчжурами. Ежегодно китайские полицейские задерживают сотни людей из триад. Как правило, это мелкие воры и бандиты. По мнению специалистов, такая борьба с мафией не более чем видимость. И на самом деле в КНР триады и власть тесно связаны между собой. У нас, в общем-то, любая экономика, она состоит из белой зоны и серой зоны. Триады вносили определенный вклад в экономику, вот этот серый вклад. И поэтому, конечно же, он существует. Специалисты отмечают, как только триады стали вне закона, влияние 14К заметно возросло, и сегодня она является самой сильной группировкой в Гонконге. А филиалы у этой мафии есть по всему миру. Полиция Европы уже десятки лет безуспешно борется с триадами, но проблема в том, что ввести своего агента в 14К практически невозможно. В отличие от Якудза или сицилийской Коза Ностры, триады очень закрытая организация. Китайские триады это чистая этническая группировка. Если итальянская Коза Ностра, она включает в себя не только итальянцев, но и другие этносы, то здесь деятельность китайских триад, она в общем-то направлена на китайскую диаспору. Борьбу полиции с китайской мафией осложняет и необычная иерархия 14К. В отличие от других крупных преступных кланов, в этой триаде нет прямого подчинения, то есть мелкие преступники не отчитываются перед большими боссами, а все решения принимают самостоятельно. Встреча рядового члена банды с лидером происходит только в самом крайнем случае. И это настоящая шпионская спецоперация с ритуалами и паролями. Есть у них тайные знаки, например, определенным образом положенные палочки для еды или определенная еда, которую они будут заказывать в определенной последовательности. То есть так члены триад узнают друг друга. Но опять-таки этот язык очень трудно внешнему человеку выучить. Еще 20 лет назад главным рынком 14К были наркотики и оружие. Сегодня основной вид контрабанды поддельная электроника. По официальным данным Организация экономического сотрудничества и развития годовой оборот контрафактной продукции в мире составляет около 500 миллиардов долларов, что почти в два раза больше бюджета Российской Федерации. Причем большую часть этого подпольного рынка контролируют именно триады. Западные полицейские эксперты утверждают, что все деньги от продажи подделок идут напрямую в Китай. Именно поэтому специалисты уверены, в КНР 14К поддерживается на самом высоком уровне. Далее в программе. Мехмед Алиакджа, совершивший покушение на Иоанна Павла Второго, собирается написать об этом книгу. Кому была нужна смерть папы римского и какая спецслужба может быть в этом замешана. Реакция на Павла Второго конечно заслуживает всякого уважения. То есть во-первых он простил покусившегося на его жизнь. Во-вторых он регулярно навещал в тюрьме, просил о помиловании. Место, где не действуют законы физики. Почему в Мистери Спот останавливается время, а вода течет снизу вверх? Что это? Природная аномалия или грандиозная мистификация? Езжали ученые, но с точки зрения современной науки с точки зрения магнетизма Земли они это объяснить не смогли. Сенсационное заключение австралийских лингвистов. Пьесу Эдуард Третий писал не Шекспир. И почему родилась версия, что Уильяма Шекспира никогда не существовало? Есть 80 на сегодняшний день уже версий кто писал за Шекспира. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Специалисты НАСА разработали виртуальный тур по Юпитеру. Экскурсию выпустили в виде специального приложения для гаджетов. Главная достопримечательность кратеры планеты. В особенности самый большой из них Тихо. Он образовался примерно 100 миллионов лет назад. В основу программы легли фотоснимки сделанные аппаратами агентства. В будущем в НАСА планируют создать аналогичные туры по Сатурну, Меркурию и Венере. В России провели испытания ружья против беспилотников. По задумке создателей это оружие уничтожает все типы автономных летательных объектов. В его основе излучение электромагнитных импульсов, которые лишают дроны связи с оператором и заглушают их сигнал. Кроме того, ружье может блокировать сигналы мобильных сетей различного формата. Диапазон действия этого ружья до километра. Когда новинка появится на вооружении у военных и органов правопорядка, пока неизвестно. В США военные испытали ядерную бомбу с помощью компьютерной программы. Результаты необычного эксперимента специалисты выложили в интернет. Эксперимент проводили на полигоне. Бомбу установили на плацдарм, после чего с помощью специальной программы инженеры смоделировали последствия взрыва атомного заряда, предполагаемый радиус поражения и размер ядерного гриба. На спутниковых снимках Антарктиды уфологи обнаружили гигантскую антенну. По словам исследователей, этот объект похож на пирамиду с поперечными перекладинами. Они предполагают, что ее размер не меньше футбольного поля. Исследователи инопланетных цивилизаций уверены, что это сооружение создали пришельцы. Однако, большинство специалистов считают, что на фотографии запечатлены обычные выветренные снежные сугробы. 37 лет назад турецкий террорист Мехмед Али Акджа совершил покушение на папу римского Иоанна Павла II. Преступника приговорили к пожизненному заключению. Но в 2010 году он попал под амнистию. Сейчас Акджа вместе с американским писателем Дэном Брауном готовит совместную книгу «Код Ватикана». В ней он собирается рассказать о своем покушении на понтифика. Это громкое преступление осталось нераскрытым. По-прежнему неясны его мотивы. Следствие так и не выяснило, кто организовал покушение. В случившемся обвиняли различные структуры, среди которых ЦРУ, КГБ, болгарское правительство и турецкая мафия. Кто на самом деле желал смерти понтифику и за что его хотели убить? 13 мая 1981 года. Площадь Святого Петра в Риме. Террорист Мехмед Али Акджа трижды стреляют в Папу Римского. Главу католической церкви спасло чудо. Пули не задели крупные артерии и позвоночник. Очнувшись, понтифик сказал, что прощает своего несостоявшегося убийцу и попросил всех католиков помолиться о его душе. Реакция Иоанна Павла II конечно заслуживает всякого уважения. То есть, во-первых, он простил покусившегося на его жизнь. Во-вторых, он регулярно навещал в тюрьме, просил о помиловании. Ну и в-третьих, Иоанну Павлу II удалось его обратить в христианство. 23-летнего Али Акджу задержали на месте преступления. Вскоре выяснилось, что он состоит в турецкой националистической организации «Серые волки» и находится в международном розыске за убийство журналиста турецкой газеты. И если вы посмотрите на гербы практически всех радикальных националистических чуркских организаций, там обязательно в том или ином виде этот волк будет присутствовать. Что касается мотивов убийства, то я думаю, мотив был очень простой. Этот человек просто хотел снова о себе заявить. На судебном процессе Акджа заявил, что стрелял в Папу Римского из-за религиозной ненависти. Преступник признался, что у него был сообщник по имени Арал Челик. В день покушения он тоже находился на площади, но в последний момент сбежал. Криминалисты считают, что Акджа солгал. Осуществить такое преступление без серьезной подготовки невозможно. Террористы могли быть различные заказчики. Эти версии обсуждаются до сих пор, но вот версия о том, что он это выполнил по заказу своих соратников из организации Серой Волки в принципе не выдерживает критики. Акджу приговорили к пожизненному заключению. Через год в итальянской тюрьме террорист внезапно назвал заказчиков преступления. Он обвинил в организации покушения болгарские спецслужбы и КГБ СССР. По его наводке арестовали троих граждан Болгарии, но вскоре их отпустили, не найдя улик. Следователи установили интересный факт. Убив журналиста, Акджа получил пожизненный срок. Однако через полгода заключения бежал из тюрьмы и перебрался в Болгарию. Там он жил под именем гражданина Индии Йоги Индера Синха. За полтора года потратил около 50 тысяч долларов. Но кто и зачем оплачивал его безбедную жизнь? Долгое время жил под прикрытием, обеспеченный документами и средствами на жизнь. Он проживал и в Германии, например, достаточно спокойно, под видом гражданина Индии. Причем такими методами как правило пользовались западные разведки. Западные аналитики выдвинули версию, что в деле замешана ЦРУ. Целью американцев могла быть дискредитация Советского Союза. Акджа публично обвинил в организации покушения КГБ. Это могло вызвать волнение в социалистической Польше, а также уронить авторитет СССР в глазах католиков Латинской Америки. Такую гипотезу косвенно подтверждают скандальные публикации в американской прессе. Американские средства массовой информации писали о том, что устранение понтифика выгодно Советскому Союзу, поскольку на территории Советского Союза проживает достаточное количество паствы, и понтифик так или иначе своей миротворческой активностью мешает выполнению целей Советского Союза. И что кровавое КГБ, заручившись поддержкой через своих агентов в Турции, заплатила террористу для того, чтобы он устранил понтифика. Также не исключено, что нелегально путешествуя по Европе, Али Акджа мог стать двойным или даже тройным агентом. 13 июня 2000 года Али Акджу помиловали и экстрадировали в Турцию. На родине его приговорили еще к 10 годам лишения свободы за старые преступления. В тюрьме Акджа не терял времени даром. Он написал письмо с новым признанием, на этот раз обвинив в организации покушения ватиканских кардиналов. Насколько эта версия правдоподобна, мы, опять же, не знаем. Она достаточно удобна самому террористу, поскольку публикуя ее, он получил массу внимания, средств массовой информации, он получил продажи своих мемуаров, то есть это позволило ему заработать. Историки отмечают, некоторые кардиналы действительно хотели устранить чужака Иоанна Павла Второго, который обошел их в борьбе за папский трон. К тому же новый папа начал жесткую борьбу с коррупцией в Ватикане, и это тоже многим не нравилось. Когда одна группа кардиналов боролась за влияние с другой, им нужно было убрать понтифика для того, чтобы продвинуть на пост папы римского одного из своих преферитий, который находился в другом клане. Иоанн Павел Второй скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Акджа вышел на свободу в 2010-м, через 5 лет после смерти понтифика. В декабре 2014-го он вернулся в Рим и возложил к могиле Иоанна Павла Второго две дюжины белых роз. Один из сайтов бесплатных объявлений составил список самых необычных домашних животных, которых покупают россияне. Первое место в нем занял породистый пони. Стоит жеребец с 500 тысяч рублей. Следом за ним расположился тигренок за 200 тысяч. Продавец хищника уверяет, что зверь очень ласковый и, конечно же, ни на кого никогда не нападет. Замыкает тройку самка страуса, несущая яйца. Ее цена 50 тысяч рублей. Но зачем люди заводят дома диких животных? Кто диктует моду на необычных домашних питомцев? И каким последствиям может привести любовь к такой экзотике? Лучший друг человека не собака, а кенгуру. Так считает австралийский комик Джексон О'Доэрти. Его домашний питомец кенгуру по кличке Дэмиен не отходит от хозяина ни на шаг. О'Дэмиен! Вместе они катаются на качелях, строят замки из песка, занимаются бегом и даже ходят по магазинам. Зоологи уверены, что многие австралийцы последуют примеру комика и совсем скоро таким питомцам будет уже никого не удивить. Но зачем люди заводят себе экзотических животных? Эксперты уверены, это попытка выделиться на фоне своего окружения. Человек, приобретая какое-то экзотическое животное, он пытается в первую очередь обратить на себя внимание, то есть показать, что он не такой, как все. В наше время сейчас стало популярным выделяться среди толпы. На этих кадрах житель Нью-Йорка общается со своим питомцем, огромным медведем по кличке Джимба. Зверь втрое больше человека, но при этом даже не думает нападать. Напротив, нежно обнимает своего хозяина. Еще бы, ведь они вместе уже больше 20 лет. Американец подобрал Джимба в лесу, когда тот был совсем маленьким. Его мать убили охотники. Они могли убить и его, но теперь он живет у нас. Представьте самого большого человека, которого когда-либо знали, и увеличьте его в тысячу раз. Это и будет размер нашего медведя. Да, он большой, но даже если маленький медведь ударит тебя лапой, тебе ничего не останется, как упасть на вздох. Сейчас у Джима и его жены Сьюзан 12 медведей. Все они живут на заднем дворе дома. Пара называет себя большой медвежьей семьей. Они уверяют, что звери ни разу не повели себя с ними агрессивно. Несмотря на это, эксперты считают, что такое соседство в любой момент может закончиться трагедией. владельцы переоценивают возможности в их обуздании. И они просто не справляются с их и физической какой-то силой. Это вообще довольно опасная штука. Таким животам нельзя доверять, относиться как полностью домашним. Анжела Лэнс из Пенсильвании относится к своему домашнему аллигатору как к ребенку. Женщина купила лили, когда зеленой рептилией было всего два с половиной дня. С тех пор американка каждое утро чистит крокодилу зубы, делает маникюр и даже массаж лап. Мода на диких зверей опасна не только для людей. Гораздо больше от нее страдают сами животные. Например, обитающие в Индии дикие совы оказались под угрозой исчезновения из-за книг и фильмов о Гарри Поттере. Птиц, которые в вымышленном мире доставляли почту, стали часто дарить юным поклонникам волшебника. На спрос тут же отреагировали браконьеры. Охотники сотнями отлавливали сов и продавали их на черном рынке. Мода закладывается на экзотичных домашних животных во-первых, литературой, потом рекламой, мультиками, фильмами и так далее. И, как правило, соседями у кого-то есть, а почему у него нет. И все же среди диких зверей есть те, кого можно держать дома. По мнению зоологов, легче всего уживаются с людьми лисы и еноты. Правда, последние могут преподнести неприятный сюрприз – разгромить ваш дом или квартиру. Книга с редким автографом английского физико-теоретика Стивена Хокинга выставлена на онлайн-аукцион в Англии за 20 тысяч фунтов стерлингов. Это был последний автограф ученого, прежде чем его парализовало. Хокинг вошел в историю науки как исследователь времени и гравитации. В своих работах он утверждал, что человечество совершит очередной прорыв, только если сможет разгадать все тайны этих фундаментальных физических явлений. Мало кто знает, но на нашей планете есть аномальные зоны, где время и гравитация меняются. Один из таких районов расположен в Калифорнии, недалеко от города Санта-Круз. Считается, что в местечке Мистери Спот не действуют законы всемирного тяготения. На видео, снятых туристами, люди стоят под углом к земле без дополнительных опор. Но это лишь одно из необъяснимых явлений. Какие тайны скрывает загадочная местность? Что это? природная аномалия или грандиозная мистификация? Посещение этого места способно перевернуть представление о законах физики. Шары по наклонной поверхности катятся не вниз, а вверх. Вода течет по склону вверх, вместо того, чтобы стекать вниз. Даже предметы здесь располагаются в пространстве так, будто их прикрепили невидимым клеем. Приезжали ученые, но с точки зрения современной науки, с точки зрения магнетизма Земли, они это объяснить не смогли. Они сказали, что только изменение гравитации этого объяснить не может, потому что приборы, привезенные на это место, не показывали большого изменения гравитации, а эффект происходит. Странную особенность этого места первыми заметили индейцы. Племя Алони жило в этом районе еще в 6 веке. На холме шаманы проводили свои мистические ритуалы. В 19 веке власти отправили индейцев в резервации, а земли выставили на продажу. Но первый же владелец, рискнувший построить здесь дом, столкнулся с необъяснимым явлением. Дом уехал вниз. Он занял какое-то новое привычное ему место, которое оказалось для него более родным. Сначала хозяин дома Джордж Прейтер обвинил во всем нерадивых работников. Он заставил их разобрать перекошенное строение и построить новое. Но дом опять переместился в лощину. В третий раз Джордж не стал рисковать и уехал жить в другое место. Он оставил дом в таком перекошенном состоянии. Ну, а потом уже, да, как бы вот эта вся история стала, что называется, приносить какой-то определенный доход. Появился интерес, появились какие-то туристы, которые нашли себе вот этот вот объект, которые обнаружили в нем какие-то закономерности. Дом Прейтера стоит до сих пор. Туристы говорят, что приближаясь к строению, чувствуют необъяснимое давление. Посетителям приходится наклоняться вперед, чтобы удержать равновесие. А компасы здесь выходят из строя. По одной из версий, эти загадочные явления следствия природной аномалии. Дом построен на месте, где происходит эффект гравитационной воронки, которая создается разломом Земли на большой глубине. Конечно, там и магнитные силовые линии имеют другую конфигурацию, нежели в других частях земного шара. Другие эксперты предполагают, что все происходящее в доме массовая галлюцинация. Якобы в этой местности из земли идут выбросы углекислоты, которая изменяет сознание людей. Но существует и более рациональное объяснение. вполне возможно, что дом Прейтера всего лишь хитро спланированный аттракцион. Человек, когда попадает в этот мир, который весь под углом, у него смещается как бы система координат, и он там, не знаю, висит на турнике, и ему кажется, что он висит под углом в 45 градусов. На самом деле, понятно, что просто вся эта конструкция стоит под углом в 45 градусов. Но как же тогда объяснить наблюдаемые эффекты с водой и шариком? Архитектор Илья Залевухин считает, что это тоже оптическая иллюзия. Он катится на самом деле вниз, но сама конструкция сделана таким образом, что кажется, что он катится вверх. Это все эффекты, которые специально рассчитаны, и действительно, я думаю, что силу тяжести, тяготения, ну, никто нигде еще не отменял, если только в космос. Архитектор уверен, что его догадку может подтвердить любой прибор для измерения уровня горизонтальной поверхности. Главное, не пользоваться теми устройствами, что предлагают гиды. Их намеренно испортили, чтобы сохранить в тайне загадку Мистери Спотт. Пьесу Эдуард Третий, автором которой на протяжении долгого времени считался Уильям Шекспир, написал другой английский драматург. С этим сенсационным заявлением выступили эксперты из Австралийского национального университета. Лингвисты утверждают, произведение почти полностью написано Томасом Кидом. Этот писатель и драматург был современником Шекспира и, если верить историческим данным, был соавтором некоторых постановок вместе со своим знаменитым коллегой. Биография и творчество Шекспира не дают покоя исследователям уже много лет. Одни подвергают сомнению сам факт его существования, другие утверждают, что Шекспир был бездарностью и выдавал чужие произведения за свои. Удивительно, но и та, и другая версии находят свое подтверждение. Так кем был Уильям Шекспир на самом деле? И был ли он вообще? Уильям Шекспир на самом деле был женщиной. Такое сенсационное заявление сделал американский ученый Робин Уильямс. Исследователь считает, что под псевдонимом знаменитого британского драматурга скрывалась графиня Мэри Пемброк. Известно, что она получила блестящее образование и увлекалась литературным творчеством. Самое популярное произведение этой поэтессы «Трагедия Антоний». Историки утверждают, Пемброк мечтала, чтобы по мотивам ее пьес ставили спектакли, но боялась осуждения высшего общества. В те времена вот эти высшие аристократы английской знать не утруждало себя какими-то сочинениями, тем более подписывать. Если они писали их, они писали их анонимно, потому что им казалось, что писательство это вообще какая-то черновая, ненужная, не аристократическая работа. Одним из доказательств этой гипотезы эксперты считают прозвище Шекспира. Его называли «Нежным лебедем Эйвона». Леди Мэри Пемброг жила в поместье на реке Эйвон, а одним из символов ее рода был именно лебедь. Но есть и другая версия. Возможно, под именем Шекспира скрывалась не сама Леди Мэри, а другие члены ее семьи. Например, племянница Елизавета Сидни вышла замуж за графа Роджера Реттланда. В студенчестве его называли Шекспир, в переводе на русский «Потрясающий копьем». И это далеко не единственное совпадение. Он, будучи, так сказать, посаженным в Тауэр, в темницу Тауэра, за участие в закладе, оттуда пошли лески Гамлета. Это первое. Второе. Он был очень образованным человеком. Объездил в Европу и учился во многих итальянских университетах. И надо сказать, многие его коллеги по университету и по жизни в Италии с этими именами вошли в произведения Шекспира. Роджер Реттланд умер в 1612 году. Примерно в то же время прекратили появляться и новые произведения Шекспира. Удивительно, но Реттланд и его жена Елизавета Сидни практически повторили судьбу героев пьесы Ромео и Джульетта. Вот этот граф Реттланд умер. Неожиданно умер. Это была загадочная смерть. Его жена Елизавета Сидни не перенесла. Его смерть приняла яд и через несколько дней умерла. Так кем был Уильям Шекспир на самом деле? И сам ли он создавал свои произведения? Этот вопрос волнует литераторов уже более 400 лет. За это время появилось около двух миллионов исследований творчества легендарного британского драматурга. Есть 80 на сегодняшний день уже версий кто писал за Шекспира. Не говоря уж о версиях накладывавшихся друг на друга. И вызвано это конечно двумя достаточно ну с точки зрения современной сомнительными фактами биографии Шекспира. Во-первых ничего не известно про его образование. Считается что Уильям Шекспир родился в бедной семье. Он был третьим из восьми детей. Его отец безграмотный торговец шил перчатки продавал шерсть и мясо. Историки сомневаются что сам Уильям ходил в городскую стратфордскую школу. Не сохранилось никаких документов доказывающих что у него вообще было какое-то образование. Но многие литераторы считают лучшим доказательством интеллекта писателя стали сами его произведения. Уж больно большой словарный запас в пьесах Шекспира. Не более не менее 29 тысяч слов. Это много. Британский подполковник Монтегю Дуглас провел собственное исследование жизни Шекспира. Он считает что под псевдонимом великого писателя работала целая группа авторов. В нее могли входить известные драматурги того времени Фрэнсис Бэкон, Кристофер Марло, Уильям Дерби. Я скажу что уважаемый господин подполковник английской армии вот как раз то что у нас говорят искусствовед в штатском это вот тот самый случай. Конечно же где-то зацепляется за какие-то известные факты. Все было был королевский заказ. Не зря Шекспир и его театр это были слуги короля. Согласно этой версии королева Елизавета первая сама придумала Шекспира. Она собрала команду из лучших литераторов страны для создания заказных патриотических произведений. Возможно это были исторические хроники Шекспира описывающие становление английской государственности. Подполковник Дуглас утверждает что все прочие трагические и комические пьесы появились на свет совершенно случайно. Увлекшись совместной работой авторы написали их ради забавы или чтобы заработать на постановках. Недавно в Шотландии в библиотеке замка на острове Бьют ученые обнаружили первый сборник пьес Шекспира. Эксперты считают что это издание поможет установить личность автора гениальных произведений. Для этого специалисты проведут литературоведческие экспертизы и тщательно исследуют текст. Миллионы людей видели как падают яблоки но только Ньютон спросил почему любил повторять американский финансист Бернард Бару давайте задавать вопросы вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества. Субтитры создавал DimaTorzok